Миссия рассказать про важное. Молодежный ковид-патруль высадился у двух андлевых центрах Витебска. Стратегические объекты обраны не выпадково. У обоих работают пункты вакцинации. При желании пройти иммунизацию можно на месте. Патрулировать территорию активисты БРСМ будут сейчас пик. После 5.00 – 1.00 вечера. У дозоры с волонтерами доброго сердца побывала Мария Эдикан. Маски, пальчатки, антисептики. В арсенале волонтеров БРСМ все самое необходимое. Каб потрапить у гоноровый каравул, молодые люди пройшли специальную подрыхтовку и инструктаж. Головная миссия ковид-патруля – развянчать мифы про меры профилактики коронавируса. С целью информирования населения о необходимости ношения масок, вакцинации, использования дезинфицирующих средств, а также соблюдения социальной дистанции, при каждом территориальном комитете БРСМ сформированы волонтерские отряды ковид-патруль, которые сегодня действительно служат на благо людей и помогают в местах, где сегодня проходит процесс вакцинации населения. Наставницкую деятельность Дмитрий захвоты сумящаясь в волонтерской. Юнак працуе педагогом-организатором у школе. Каб не подвергать себе и навученцам неоправданной рызыцы, а трымау прищепку яща у веростни. Хлопцы подтрымала уся семья. Батьки, бабуля и дядуля так само пройшли вакцинацию. Мы подходим к людям, да, то есть некоторые люди спрашивают, вакцинирован ли я, и я показываю сертификат, рассказываю свою личную историю. И знаете, ну это влияет на людей. То есть вот личный пример и какие-то истории из жизни все-таки помогают людям, нежели какая-то сухая стандартная информация, которую они и так, может быть, видят. Поэтому вот все наши волонтеры Доброго Сердца, они все привиты. У всех есть сертификаты, поэтому каждый из них может на личном примере показать и рассказать свою историю. Волонтеры раздают брошюры с корыстной информацией, рассказывают про важность масочного режима и эффективность вакцинации. Размова в формате «Пытание и отказ» выкликает у Витяблян живую цикавость. Тым, кто принимает решение на корысть вакцинации, БРСМЛцы подказывают, где можно сделать прищепку. При жадании пройти иммунизацию можно в Ганглевом центре. Тут на протягу некоторых месяцев працюет прищепочный пункт. Привиться именно решил из-за того, что в течение недели умерла теща, умер друг, с которым я 10 лет отработал. И сегодня умер мой отец. Я где-то в июне месяце вакцинировался. Сделал одну, тогда еще русским препаратом белорусского производства. Ну и через три недели вторую. Работаю просто связанно с врачами, хожу по поликлиникам. И поэтому у меня, наверное, повышенная опасность в этом плане. Ну и для перелетов за границу. Я переболел еще в январе месяце. Когда я еще болел, тогда вакцины еще не было. Ну а сейчас обязательно надо, потому что я видел, что это все воочию. Что день у прищепочном пункте проходит вакцинацию коля 150 человек. Ведь обляне не позбавленное выбору. У ассортименте медика у вакцины российской и китайской в творчестве. Пункты очень популярны, потому что, конечно, людей очень много идет. Мы измеряем давление, измеряем температуру тела, сатурацию крови измеряем. В целом смотрим на кожный покров. Прослушиваем, есть ли хрипы у человека, смотрим СЕФ. Конечно, это правильный подход. Людей нужно вакцинировать, и это быстро и качественно. Вакцинация застается самым надейным методом профилактики суприть коронавирусной инфекции. Пункты иммунизации действуют по всей области. Зрабить прищепку можно во установах аховы здоровья по месту працы, цивучобы. А так само на базе некоторых чагуночных вокзалов, библиотек и музеев. У районах працуют выездные медицинские абрыгады. Мария Дякана, Олег Черняк, Новины, Витебск.